Айлен и Пелярус Победила Мутаки Ясмин, но потом проиграла своей сопернице из Китая Цай Зунцуй Также принимала участие на международном турнире в Казахстане, в Караганде На турнире по боксу в памяти заслуженного тренера Галыма Шаргалыбкова И там она называла медаль Ну и кстати там достаточно известный боец, который сейчас уже везде практически в качестве почетного гостя присутствует Там был тоже Рой Джонс младший, легенда бокса Который тем не менее в конце своей карьеры немножко свое наследие подрастерял И также еще выступала Турзона Рахимова на турнире Чингисхан Кап То есть в Улан-Баторе в Монголии И вот так начинает первый раунд Джонг сразу с нескольких ударов в область головы То есть такой заряд достаточно серьезный у этой спортсменки Ну и постепенно Рахимова тоже втягивается в поединок И встречает свою соперницу неплохой серии По корпусу на скачке с правой руки бьет Кореянка Да, вот здорово так вот обе челночат И на опережение как бы стараются сработать Кто кого действительно окажется Переиграет Да, переиграет, окажется порезвее на встречных курсах Ну раз уж и рассказали вам о представительстве Кореи здесь на турнире То скажем, что Узбекистан также все 13 весовых категорий Но потерь меньше, чем у корейцев Три спортсмена покинули турнир И среди них две девушки Это Нубокор Хамидова и Ядгарой Мирзаева Ну и Ядгарой Мирзаева она вообще открывала турнир То есть она была в числе первых пар спортсменок Которые вообще начинали свои выступления Было это уже, друзья, пять дней назад То есть со вторника мы здесь на этом турнире Ну и дальше Ядгарой в следующем же поединке То есть первая выиграла, а вот во втором уже проиграл Тут ненадолго сошлись в клинче И опять на расстоянии отходят спортсменки И вот продолжается такая челночная встречная работа И вот сейчас, конечно, здорово подловила Турсуной Рахимова свою соперницу Опять ненадолго повисли в клинче До команды стоп Снова звучит команда бокс И опять девушки ищут, ищут способы Чтобы максимально друг другу принести спортивный ущерб Проблем, да, проблем здесь в ринге непосредственно Но многовато клинчей То есть помним предыдущий поединок, он был очень насыщенный действиями И там Кристи Харрис практически не останавливалась Так же, как ее соперника Сяо Янг Но здесь чуть больше пауз, чуть больше ожиданий Пошла вперед, сейчас забрасывая ударами свою соперницу Турсуной Но нет, не попала, потому что оттянулась назад Ну и достаточно много здесь клинчевания происходит В первом раунде Хорошо встретила с дальней руки представительница Южной Кореи свою соперницу И вот побежала буквально с таким наскоком реваншироваться На исходе раунда Турсуной Рахимова Отдохнут сейчас девушки Мы посмотрим повторы И заодно узнаем, как же посчитали судьи этот непростой раунд Смотрим еще раз повторы Да, действительно, часто клинчевались В сложных ситуациях и одна, и другая Но поднакидали друг другу ударов приличное количество Но тем не менее, конечно, без клинчей не обходилось Как мы уже вам отмечали И смотрим, да, оценки, оценки всех пользу Турсуной Рахимовой Сори, все верно Да, единогласно, да, здесь никто Не усомнился в том, что спортсменка из Узбекистана была лучше В этом конкретном эпизоде Ну и здесь мы слышим сейчас сразу Советы, корректировки для председательницы Кореи Боковые будет пробивать на ближней дистанции, я так понимаю Но посмотрим Да, посмотрим, как умеет слушать угол кореянка Ведь, кстати, это одно из наиболее важных качеств для любого боксера И нередко тренеры сами отмечают, что умение слышать секундантов угловых С пылу жару в разгар поединка Это очень важное качество Одно из наиболее ключевых Второй раунд постепенно начинает развиваться Идет вперед председательница Кореи Да, кстати, что касается умения слышать Многие боксеры говорят, что в этом шуме, который часто сопровождает боксерские выступления То есть и фанаты когда кричат, причем каждый же кричит какие-то свои советы Причем те, кто находится и в ринг-сайте В сайте говорят, что очень интересно, что ты вообще слышишь только голос тренера То есть ты слышишь вот этот вот большой шум Но в первую очередь ты слышишь только тренера И все другие как бы сливаются в определенную такую шумную музыку Но безусловно это все очень непросто Особенно когда зашкаливает адреналин Есть даже такое что-то сродни состоянию аффекта в поединке И полный выплеск всех возможных эмоций Плюс голова просто гипит Да, называется отчасти измененное состояние сознания Хорошо подлавливает на переднюю руку И тут же отходит представительница Узбекистана Турсуной Рахимова Ну вот повисли ненадолго в клинче Брейк вот таким вот суровым Ну тогда разогнал, как сразу Разорвал, да Клинч рефери поединка Ну и девушки опять начинают друг друга немножечко обнимать Ну все это связано не от избытка чувств А от того сколько сил уже было отдано обеими На протяжении практически двух раундов Не, ну темп хороший То есть единственное только вот эти клинчи Которые периодически сама кореянка инициирует Они, конечно, рисунок боя чуть-чуть портят То есть ломаются Пытается, пытается наседать Прессинговать спортсменка из Кореи Но можно сказать, что Рахимова достаточно неплохо Прогнозирует ее намерение И очень оперативно завязывает Здесь опасно, конечно, периодически Турсуной И вот так заходит То есть она, во-первых, уже становится просчитываемой Потому что ее ждет Джох Юн Джунг Вот когда она пойдет через удар справа И плюс еще слишком размашенно, на мой взгляд, Рахимова действует То есть она прям идет головой вперед Здесь есть столкновение Ну хорошо, что есть шлем с одной стороны То есть здесь рассечений получить меньше вариантов Но, тем не менее, навстречу тоже можно нарваться Учитывая, что Джунг она левша И левый прямой здесь может быть очень-очень опасный Ну что ж, этот раунд также закончен И сейчас мы посмотрим на самые интересные эпизоды Заодно понаблюдаем за тактикой За техникой, которую показали нам спортсменки во втором раунде И оценим умение как раз-таки слышать угол Но вот помнишь, ты делал акцент на том, что тренер южнокорейской спортсменки Сказал, что надо делать больше боковых Вот на твой взгляд Услышала она или нет? Смогла ли она воплотить в жизнь то, что ей советовали? Слишком агрессивно бросалась Турсуной на свою соперницу Именно по прямой Но вот видим здесь сейчас преимущество Турсуной Рахимовой по-прежнему Первый раунд она выиграла, второй тоже И вот эти боковые, которых мы рассуждали Они у Джунг просто не доходили до цели То есть она вроде бы и задумывает бросить Но очень быстро сокращает дистанцию Турсуной Да, мы уже отмечали, что она может быть опасно Идет головой вперед Но она, с другой стороны, оказывается близко к сопернице И та за счет того, что у нее руки подлиннее Если будут боковые пробивать Они просто будут заходить туда, за спину куда-то Ну, за плечо То есть ты больше скорее коснешься даже головой где-то там бицепсом То есть, ну, понятное дело, что это вообще не удар Итак, на средней дистанции сейчас Работает одна и другая Точнее, пока что ударов не так много Пытается дергать Но немножечко подзаваливается Кореянка И вот так вот с шашками наголо старается сблизиться со своей соперницей Снова Турсуной ее завязала Тут же сбрасывает Но, правда, атаки следом никакой мы не увидели Видимо, решила повременить и включиться в активную работу чуть-чуть попозже Турсуной Рахимова Пытается деснить Вот хорошо, кстати, издалека, причем с перешагом То есть со сменой стойки атаковала джунг Достала все-таки одиночным левым Но дальше зависла Так просто в попытке попрыгать рядом Ну, то есть я не знаю, есть ли смысл вот так чулночить Представительницы Кореи Потому что пока она чулночит Турсуной уже успевает перестроиться Выждать своего момента и перехватить атаку Снова была команда брейк И пытается по максимуму отработать, выложиться Конечно, представительница Кореи Джун Юн Джунг Но Турсуной Рахимова Как будто не чувствует Вот этого натиска И запредельного Запредельного азарта И желания во что бы то ни стало Перебить свою соперницу Так вот Турсуной действует достаточно хладнокровно И методично То есть методично навязывает свою именно работу И вынуждает при сближении Принимать удары на себя свою соперницу Ну что, у нас заключительная минута 55 секунд остается до завершения третьего раунда И поединка вместе с ним Ну и видно, что спортсменка в красной форме Она сейчас уже отчасти где-то жесты отчаяния делает Потому что просто полетела вперед Выставила голову Турсуной спокойно отошла к канатам Встретила соперницу Дальше завязала ее в клинче То есть, в общем-то, работа уже стандартная Работа понятная И особых сложностей В общем-то, джунг спортсменки из Узбекистана Так и не устроила, несмотря на все желание Последняя минута пошла в этом поединке Все чаще и чаще девушки клинчуются Вот один-два удара и повисли Вот пошел отсчет Ну и сейчас мы будем С вами свидетелями того, кто же выйдет Дальше в этой паре Потому что, несмотря на Такое достаточно уверенное лидерство По очкам Турсуной Рахимовой По итогам двух раундов Нельзя сказать, что ей прямо Было очень легко В этом противостоянии Ну, видим, да Что как раз так дышит Не скажу, что тяжело Но активно, скажем так Насыщенно Но, с другой стороны Джо Хьонг Джунг Она, в общем-то, была Во всех случаях Только, насколько этого достаточно Для... Сейчас послушаем Единогласно Да, для того, чтобы победить Она сделала все, что было необходимо И, по-моему, даже где-то...